Многие просили меня высказаться по теме начавшейся войны на Украине, и поначалу я отказывался, поскольку это моя принципиальная позиция. Я считаю, что священник не должен касаться политических вопросов, и я высказывал эту позицию очень давно и соблюдаю ее строго. Однако, когда речь идет о войне, то в ней есть помимо политического также и другие моменты, другие стороны, и я понял, что о них высказаться все же следует. И когда я об этом узнал, то я находился и сейчас нахожусь в Африке, и, конечно, здесь, скажем так, мои обязанности, моя загруженность, она никуда не делась, но даже при этой большой загруженности я находил время смотреть новости, я переживал, у меня есть знакомые на Украине, и я знаю, что многие мои подписчики как раз с Украины, конечно, я переживаю и молюсь за них, точно так же, как я переживал и молился за православных христиан на Донбассе, которые в таких условиях существуют уже 8 лет. Ну, а что касается происходящего сейчас, мне вспомнилось, как я год назад попал в аварию, я был на пассажирском кресле, водитель вел машину на большой скорости, значит, занесло его, и все, он потерял управление, его швырнуло в одну сторону, потом в другую, развернуло, и врезался он еще в одну машину, и у меня было достаточно времени для того, чтобы все осознать, что происходит, я понял, что сейчас вот произойдет что-то страшное, я понял, что я ничего не могу сделать для того, чтобы остановить эту машину, от меня ничего не зависит, от моего мнения по поводу того, что сейчас происходит с этой машиной, ничего не зависит, все, что я могу, это как-то сгруппироваться, схватиться там за что-то, для того, чтобы постараться минимизировать последствия того удара, который сейчас будет, и те же ощущения меня охватывают и сейчас, какое бы мнение я не озвучил относительно происходящего, оно никак не повлияет на то, что происходит. То есть, если вы вот в той самой машине, то есть на территории, где происходят боевые действия, и не можете ее покинуть, тогда, по моему мнению, вам стоит сосредоточиться на тех мерах, которые обеспечат безопасность вас и ваших близких. Рефлексии о происходящем лучше отложить на потом, излишняя эмоциональность может помешать вам принять правильное решение. По опыту скажу, что молитва действительно помогает успокоиться в стрессовой ситуации, и Господь может услышать и сохранить, как сохранил меня в той аварии. Кроме того, в сети можно найти различные памятки и инструкции, как вести себя мирному населению в зоне боевых действий, чтобы минимизировать для себя опасность. И я сам следовал подобным инструкциям, когда был в похожей ситуации. Если же вы не находитесь в этой машине, образно говоря, то есть не проживаете на территории, где ведутся боевые действия, живете в другой стране и просто регулярно смотря новости, находитесь во взбудораженном эмоциональном состоянии, то таким людям, по моему мнению, стоит перестать смотреть новости и начать молиться. Потому что если вы будете себя накручивать вплоть до истерики из-за различных новостей, на которые вы все равно не можете повлиять, то войну вы этим никак не остановите, а свое здоровье подорвать вполне можете. Если же вы будете молиться, то пусть наши молитвы и немощные, но это единственный шанс для нас, простых людей, как-то повлиять на ситуацию. И именно к этому призывает нас священно-ноначалье. Я в полной мере разделяю то, что святейший патриарх Кирилл вот в своем обращении опубликовал, в самом первом. И некоторые там недовольные, кто-то обвиняет, что там он поддерживает войну. Я этого совершенно не вижу. Это совершенно неправда, на мой взгляд. Конечно, я как православный христианин, и тем более как священнослужитель, не испытываю никакой радости относительно войны, кровопролития. Вместе с тем записывать меня в число тех, кому стыдно быть русским, не следует. Мне не стыдно быть русским. И я не на стороне тех, кто демонизирует сейчас мою страну. Вот, собственно говоря, моя позиция, которую я здесь озвучиваю. Комментарии под этим видео отключу, поскольку знаю, что по таким видео будет тоже война. Интернет-война. Я не могу прекратить реальную войну, но, по крайней мере, сделать так, чтобы моя личная страница не была очередным интернет-плацдармом или филиалом этой войны. Это я могу, и это я сделаю. Меня спрашивали о мою позицию, вот моя позиция. Если кому не нравится, сейчас такая палитра позиций по происходящему, что вы без проблем найдете себе то, что вам близко. Ну, а я, как христианин и как священник, считаю, что моя главная задача – это именно исполнение моих религиозных обязанностей. И этим я и продолжу заниматься на данном канале. А за своих подписчиков, как на Донбассе, так и на Украине, да и не только за подписчиков, а в целом за православных христиан, в первую очередь молюсь. И за всех невинных гражданских жителей, чтобы Господь сохранил, и укрепил, и помог в это очень непростое время. Дай Бог, чтобы это поскорее закончилось.